всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня расклад будет на одну позицию но прежде чем вы отключитесь я хочу сделать маленькое маленькое вступление касательно расклада чтобы его послушаем расклад который мы будем делать сегодня на момент когда я его записываю я еще не знаю как его назвать вот но на момент просмотра название уже будет придумано и вы его видеть меня попросили сделать расклад на тему как понять себя и один из как как сказать граней до в познании себя как раз таки то как мы проявляем себя в социуме поскольку очень часто как я уже говорю мы не умеем коммуницировать почему потому что мы не слышим то что нам говорят а то что слышим все равно воспринимаем по-своему отсюда происходит наше искажение очень сложно правильно коммуницировать с другими людьми и я думала сначала как бы сделала эти расклад о том как понять себя а потом нашла в дневнике раскладов рочева и шучалина то есть . людей я обучалась таро мастерской таро сознание расклад о том как мы можем познать себя через наше взаимодействие социумом то есть если у нас есть какое какие-то проблемы сложности именно взаимодействие с другими людьми а про других людей я имею ввиду социум да то есть это не только наша семья ближний круг но и дальний то есть люди с которыми так или иначе мы взаимодействуем и этот расклад он во первых в нем много вопросов да поэтому я и сделала его на одну позицию они на несколько он поможет нам понять и разобраться в себе потому что я говорю неоднократно когда есть какие-то проблемы во внешнем мире первое что мы делаем мы садимся и ищем что мы внутри себя отражаем таким образом во внешний мир поэтому я долго думала как бы назвать этот расклад и до сих пор еще не знаю но вот вы смотрите уже наверное значит я придумала и суть будет заключаться как раз таки именно в том как мы взаимодействуем социум и если есть там какие-то проблемы значит вы есть внутри нас какие-то убеждения либо какие-то ограничения с которыми хорошо было бы разобраться поскольку я знаю точку зрения многих людей что нам не нравятся расклады на одну позицию и ну я много раз говорила но все равно опять-таки это остается лишь моим личным мнением я решила немножко сделать следующее попробовать поэкспериментировать и сделать сегодняшнем раскладе на одну позицию взять несколько линий если они появятся то есть это вот как будто бы было бы три позиции все три были бы объединены в одну я не знаю как я смогу это сделать удастся мне или нет но как будто бы вот в одной позиции несколько линий разобрать вот поэтому я сказала что не торопитесь отключать может быть что-то вы для себя тут и узнаете опять-таки для чего я делаю все эти эксперименты вверх потому что мне интересно в первую очередь а во вторых потому что мне скучно делать вот вы знаете ну вот штамповать одно и то же и одно и то тоже я не говорю что это плохо я говорю о том что в моей как говорится матрицы в моей программе жизни записано записан исследователь да то есть я тот человек которому интересно разносторонне то есть однообразная такая работа знаете вот на на заводе штамповать одно и то же безусловно у меня есть терпение я бы смогла но мне это не интересно мне это скучно но я считаю что развитие оно предполагает постоянно какие-то изменения да с одной стороны я постоянно работаю над собой копаюсь разбираюсь изучаю а с другой стороны что-то новое мне все время хочется привносить но иначе я не вижу какой-то вот какого-то движения так начнем расклад у нас будет 13 вопросов я не буду выкладывать отдельно в поле создавать да поле из 13 карт а вот просто в процессе как пойдет так пойдет значит слушаем внимательно первый вопрос и после ответа на него если вам будет отзываться оставайтесь если нет то уже посмотрите на вклад в пятницу кто вы и что вы в во взаимодействиях социумом то есть как вы проявляетесь социуме да как личности вот посмотрим я специально вытащу несколько характеристик посмотреть разных людей а значит кто вы и что вы то есть кто кто вы это то как вы проявляетесь вовне да а что вы то кем вы являетесь внутри себя я вот я краски посмотрю трех людей на трех колодах а вы посмотрите а смотрите внешне здесь девятка жезлов да и арканка краски говорящие о том что вы человек который пошел прошел определенный опыт и ну путь я бы так сказала своей жизни на данный момент вы остановились вашей жизни происходит некая такая стагнация это связано с некой усталостью до безресурсностью на данный момент ну то есть сейчас вы находитесь внешне по крайней мере транслируете такую позицию когда оставьте меня в покое я вообще не хочу ни с кем общаться я ничего не хочу делать не для себя не для других я вот просто хочу как будто бы знаете разгрузить свою голову и побыть немножко в тишине потому что есть такое ощущение что где-то я отдалился от своего пути где-то совершил какие-то ошибки я понимаю что уже пришло время взрослеть и я не хочу больше совершать но аналогичных глупых в кавычках ошибок в своей жизни и поэтому мне нужно немножко пересмотреть свой путь себя свои дальнейшие действия то есть сейчас некая такая остановка для того чтобы восстановить свои ресурсы свои резервы чтобы двигаться дальше но это вот восстановление пока это происходит вот перезагрузка до человека в этот момент вы как будто бы анализируйте свой прошлый опыт что там было не так делаете определенные выводы и чтобы дальше двигаться но мы очень близки к завершению дает то есть к некому такому переходному этапу как говорится один шаг до до финиша но вы выбрали остановку это то как вы себя позиционируете вовне то что вы показываете людям сейчас в социуме каким либо какой они вас видят а то что есть внутри как раз таки созвучно внешнему проявлению это то что вы находитесь сейчас в неком таком выборе куда вам дальше двигаться причем выбор это не только жизненные позиции а это может касаться какой-то одной конкретной сферы например профессиональной да что я хочу сейчас от профессиональной своей сферы куда я хочу идти какие цели я себе ставлю то есть выход находитесь сейчас в процессе определения определиться куда мне дальше сделать двигаться да какой выбор какие земли как говорится я хочу завоевать что я хочу получить для себя то здесь вы находитесь такой двойственный в двойственном сейчас состоянии когда с одной стороны подталкивают ситуации вообще жизнь к тому чтобы двигаться дальше но с другой стороны вы не хотите заново обжигаться то что мы говорили что вы транслируете вам не на вы хотите совершить правильный верный принять правильно верное решение но для этого вам нужно время а времени у вас нету то есть есть вот какая-то такая двойственная двойственное состояние с одной стороны меня подгоняют а с другой стороны я понимаю что вот именно в спешке принимается ошибочное решение а я этого делать не хочу и вы как будто вы топчетесь на одном месте и все никак не можете определиться поэтому здесь вопрос определения это ваше внутреннее состояние если вы узнаете в себя значит смотрите дальше какие еще люди здесь пришли второй как говорится контингент людей внешне человека которого окружают людям не совсем подходящий вам чем я имею ввиду то есть здесь изображен молодой парень до которые находятся в трактире трактир правильно да я говорю ну либо таверна не знаю вот он один трезвый вокруг него все люди которые выпивают что-то кричат но и человек понимает что он находится как будто бы не в своей тарелке но не те люди меня окружает но не известно по каким причинам я оказался в этом месте поэтому внешне вы транслируете как человека который не вписывается окружение ну например да вокруг все взрослые а вы юнец и вот вы понимаете что я не вписываюсь вот по возрасту к примеру про по миру ощущениям да то есть я тот человек который я не знаю я например белокожий а вокруг меня люди ну с темным цветом кожи либо желтым ну то есть вы как будто бы выделяетесь да вы не вписываетесь в то окружение то есть на данный момент вы этот человек это то что вы и транслируете не то что так есть на самом деле это вы транслируете что я как будто бы вроде бы я среди людей но при этом я сам по себе потому что я не я понимаю что есть не состыковкой я не не вхожу в какие-то вот рамки параметры того того окружения тех людей с которыми я взаимодействую это то что вы транслируете во мне то что вы есть на самом деле на самом деле вы такой знаете достаточно хитренький персонаж в чем хитрость заключается в том что вот как раз таки вот за этой маской да в ней есть какая-то своя выгода человека за маской человека который как будто бы говорит а я вот белая ворона я меня никто не понимает я как-то вот не вписываюсь в общество и так далее так далее вот за этой маской до скрывается человек у которого есть какая-то своя выгода ну например пока условно говоря да пока здесь вот мужики выпиваю да я могу например задавать какие-то вопросы которые интересуют меня и выяснить ту информацию вытащить ту информацию из пьяных людей которые неадекватные которые мне необходимо либо пока здесь такая шумиха под шумок я например там что-то заберу то есть здесь я аркан просто нарисован когда мышь ворует еду окошка за ней наблюдает да то есть вот пока кто-то как будто бы как мне кажется что за мной не наблюдает не смотрит я вот под шумок могу что-то забрать то что мне не принадлежит опять-таки это метафорично то есть вы тот человек который вот в такой позиции до некого и некой жертвы что я не подхожу я не вписываю не такой как все меня никто не понимает на в этом есть какая-то ваша выгода своя вот здесь про это карта говорит да что есть вот в этой позиции какая-то ваша выгода это то что вы внутри то есть в какой-то слабости может быть да вот такой я бедный несчастный в этом есть вторичная ваша выгода неприятное описание но вот какое есть такое есть это вот второй вариант и третий вариант людей внешне вы транслируете себя как человека знаете такой вот я открытый добрые позитивные где-то может быть наивные душа компании человек с юмором чай который любит все новое как-то дальше двигаться в каких-то моментах где-то прикидываетесь даже и дурачком возможно на человеком свободолюбивым человек который не любит никакие ограничения много может говорить и вот но такое знаете вот одним словом внешне дурак а внутри мудрец это внешне вы транслируете человека который движется неизвестно куда много шума вокруг себя создает то есть всегда когда заходит какое-то пространство да он занимает это пространство самим собой своим своей речью то есть заполняет полностью это внешне внутри себя вы человек такой это продолюбивый вы человек который может принимать решение вы человек достаточно резкий в каких-то моментах но при этом хочется сказать вот именно справедливые у вас есть решительность у вас есть готовность как готовность к переменам дальнейшем движения так и готовность вскрыть какую-то правду то есть вы бываете достаточно жестким то есть опять-таки внешне кажется с мягким как маленький ребенок такое знаете вот наивненьким доверчивым это внешне а внутри вы человек со стержнем внутри вы человек который сто раз все прочитает подумает очень такой логический логичный рациональный человек который не боится говорить правду но при этом знаете как то вот если вы и говорите то завуалированно где-то может быть каких-то шутках шутках прибаутках каких-то может быть метафоров да где-нибудь там кого-то подколоть вот но чтобы это было не напрямую но вы скажете то что вы хотите вот именно свою правду вы скажете вот это третья категория людей вот такие у меня описание ну давайте мы будем смотреть второй вопрос какую позицию вы принимаете в отношении других людей вот вы прям выбрали себе до тех людей есть там на себя хотеть смотреть на кого-то другого если описание подходит а вы можете смотреть я вот прямо так вот и буду разделять значит эта категория людей какую позицию вы принимаете в отношении других людей человека ведущего до верховной жрецы человека ведущего человека знающего победителя по жизни очень эрудированно человек которого возможно есть способности наклонности человек достаточно эмпатичный человек который такого высокого духовного уровня я бы сказал да ну вот именно ведущий ведущий понимающие больше я бы сказала человек который молчит и при этом наблюдает вот знаете вот как будто бы ваша позиция именно в этом молчании да то есть когда нужно я лучше промолчу и я буду победителем то есть вот какие-то знаете философские понятия которые действительно вас делают победителем что я имею ввиду лишний раз и я не буду говорить не потому что у меня нету права слова либо я там не могу как-то отставить свою точку зрения нет а просто потому что я понимаю что этот разговор ни к чему не приведет что здесь нету диалога что это бессмысленно то есть вы выбираете более такую пассивную позицию и позицию человека который промолчит человек позицию человека который всегда вовремя то есть он подождет нужного часа когда нужно действовать либо что ли либо сказать здесь вот человек ведущий человек на коне знающий куда он идет и понимающий как он может получить то что он хочет здесь не про то что человек сам себе на уме либо и горизонт нет просто здесь не знаете верховный жрица это вот все-таки космические такие энергии они холодные но именно человека ведущего самого близкого именно к архитектору к творцу поэтому моменты ясновидения ясно знания они присутствуют а если у человека есть такие способности то однозначно он и на мир смотрят через призму этих способностей они на более таком бытовом уровне да то есть меня кто-то обидел давай я тебе словесно верну это как бумеранг нет здесь больше понимание что не надо не надо отвечаем отвечать злом на зло так вторая вторая категория людей какую позицию вы принимаете в отношении других людей ваша позиция но но знаете как будто бы вы очень часто отказываетесь а вы вообще от взаимодействия с другими людьми почему потому что вам тяжело до десятка жезлов вот я как будто бы отказываюсь мне взаимодействие она дается слишком эмоционально поэтому мне проще отказаться вы как будто бы принимать такую позицию что мне мне помогут да мне в дальнейшем моем пути да мне укажут вот знаете с одной стороны чисто такая детская действительно позиция да когда я самостоятельно не готов делать потому что ну то ли я не знаю как то ли мне знаний не хватает вот а потом зачем зря думать когда всегда найдется кто-то кто укажет кто подскажет кто поможет вот здесь как будто бы все время но перекладывается решение на либо на обстоятельства либо на высшие силы либо на других людей вам почему-то самому как-то вот взаимодействовать с людьми достаточно сложно вы выбираете позицию ответные реакции то есть люди что-то сделают и я потом среагирую они я не вхожу в активную позицию когда я принимаю решение что-либо сделать то есть скорее всего здесь вот какая-то ответная реакция больше какую позицию в 3 до в третьем варианте вы принимаете в отношении других людей какую позицию принимаете в нашим других людей ну вот здесь тоже верховная жрица выпадает да как и в первой категории людей и четверка жезлов ну либо вы здесь больше сдержаны да опять-таки сдержаны потому что ваши слова они и вы знаете здесь такое ощущение что ваша сильная сторона это слово вы словом хорошо управляете но поскольку слово ваше она имеет такую мощную силу иногда она разрушающая и вот вы это понимаете то есть вы можете одним словом ну в кавычках либо напрямую убить человека вы знаете сказал одно выражение как отрезал и поскольку вы это знаете вы выбираете позицию больше молчать больше молчать и наблюдать но если знаете как будто бы человек который копит 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 в себе а потом как выскажет и все как отрезал больше ну вот убил да больше ничего не нужно поэтому ваше взаимодействие с людьми оно больше не про наблюдение а я молчу то есть я занимаюсь своим делом не трогайте меня пожалуйста вот почему потому что по четверке жезлов да вот в колоде николе . здесь девочка убегает от этих как они называются вот боже мой конфеток вот этих которых облизывают леденцов почему потому что все такое знаете вот присыщенное сладкое то есть такое ощущение что коммуникация она вам надоедает надоедает вы уже убегаете вот от этого вроде бы там все хорошо там все понятно известно спокойно но вот вот знаете как будто бы вы видите в людях лицемерие потому что вот это вот вот эти леденцы они как такое сладкое все такое чтобы пресная а как она называется приторное вот все такое приторное а за этим приторным конечно же скрывается лицемерие и маски которые носят люди это вы как будто бы от этого убегаете есть такое чувство что вот вы можете смотреть видеть людей насквозь как рентген и поэтому вы только посмотрите блин ну я же знаю кто ты да но уже будь собой уже покажи мне свое лицо даже не мне покажи а себе покажи свое лицо потому что вот в таком вот такой маской я с тобой общаться не хочу мне не интересно я и так уже тебя просканировал просканировала и знаю кто ты и поэтому ну лучше я отдалюсь вот здесь вот как будто бы вы избегаете общение коммуникации потому что я уже сказала вы хорошо умеете считывать людей и понимаете понимаете кто и что и вы избегаете вот такое ощущение что вот в вашем окружении не то чтобы много лицемеров а я бы сказала так очень мало искренних людей вот идем дальше следующий вопрос уровень коммуникации с окружающими ваш уровень коммуникации с окружающими такой знаете двоякий во-первых неуверенность присутствует полная неуверенность потому что вы как будто бы здесь интересная такая позицию вот хочется сказать у единичек давайте так говорить у единичек которая говорит о следующем о том что в силу поверхонной жрицы своих внутренних знаний и понимания вы общаться с людьми на равных не можете потому что уровень окружения социума ваших людей вот кто находится в вашем социуме он ниже вас и общаться с ними на вашем уровне они вас не поймут а спускаться на их уровень вы как будто бы себе вредите и вот здесь вот такая неуверенность в плане того какую позицию выбрать как 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 мне общаться поэтому здесь вот присутствует такая вот все время двойственность да то есть я не знаю как мне быть я не знаю я не уверен что знаете такое ощущение что вот если я скажу что-то человеку что он меня поймет а просто говорить мне не хочется я промолчу а потом начинаешь анализировать и думаешь ну блин этому не сказал этому не сказал как-то вот отшельником стал да надо как-то учиться взаимодействовать а как учиться на моем уровне не понимает на их уровень я спуститься не хочу где эта золотая середина и вот ваш уровень коммуникации он постоянно такой колеблющиеся да я бы сказала что вызывает у вас неуверенность почему потому что вы начинаете уже сомневаться в себе может быть я что-то не так да ну вот другие же как-то общаются у них все окей а может быть со мной что-то не так вот здесь не то чтобы с вами никак а здесь просто вы на разных языках я бы так сказала разговариваете здесь вот все время вы стоите перед каким-то выбором и вот этот выбор он вызывает вас неуверенность уровень коммуникации с окружением для двоечек я их так называю чтобы как-то разделять да вот для этой категории людей уровень коммуникации мир но смотрите вы готовы да вот здесь вот готовность познания чего-то да вы открыты по сути вы открыты социумом вы готовы что-то узнавать что-то я смотрю здесь просто на картинку как-то взаимодействовать да расширять свои границы у вас есть готовность к к новому пойти в это новое расширить как-то вот свое сознание причем здесь нету знаете границы именно интересный момент в контексте как это разделение людей например на рации на 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 расы на принадлежность какой-то вот там не знаю национальности например да либо какому-то социальному сословию если такой человек который больше объединяет вот ваш уровень то есть вы одинаково относитесь ко всем людям здесь не такое что со стариками надо уважительно а здесь себе нет да вот вы такой знаете вот человек принимающий я готова я открыта либо я открыт ко всему новому всех впустить всех понимаю всем найду объяснение всех смогу как-то вот понять но вот это вот ваша позиция да что я открыт для меня все равны и новые вот люди для меня это вообще общение социумом и социум как таковой да это вот расширение моих горизонтов да когда я выхожу за за рамки в именно в плане познания ваш уровень тройки коммуникации с окружающими да вот кто выбрал вот здесь вот эту категорию людей ваш уровень восьмерки кубков но знаете вот ваш уровень он через страхи идет через призму каких-то страхов и ваших убеждений значит чувство такое что вот если я готова либо готов туда я могу но опять-таки любая коммуникация она как будто бы дергает вас за ниточки ваши каких-то убеждений да мы все время страшно почему потому что люди они показывают вот какие-то ваши мысли ваше суждение которые каким-то образом блокируют вас сами включение что вот вы как некая такая гора которая состоит из камешков и вот каждый камешек это ваше определенное убеждение и когда человек начинает с с вами разговаривать да либо там общение в социуме а вот как будто бы берет вот этот камешек и каждый раз когда один камешек возьмешь вот это вот вся конструкция вот эта гора она как будто бы рассыпается вам нужно заново ее собрать и поэтому общение вам неприятно вот вас как не то чтобы выдергивать как-то из равновесия а любое общение оно вам больно потому какую-то вот боль причиняя да она как будто бы вот начинает вот игл вас совать и не потому что люди либо сам социум направлен на это чтобы вот как-то вам больно сделать а это игры вас за какие-то ниточки дергают но это не специально делается так получается так получается здесь вот как будто вы знаете от человек в детстве пришел какой-то очень много травмирующих моментов и вот здесь вот комплексы какие-то есть и все время когда вы начинаете общаться социумом как будто бы вам подсвечивает ваши комплексы вам от этого здесь становится дискомфортно и вы хотите убежать хотите закрыться поэтому вы не очень любите взаимодействие с социумом хорошо следующий вопрос ваше отношение к людям в целом ваше отношение к людям в целом ну смотрите вот здесь вот единички справедливости справедливо вот ваше отношение справедливо может быть какой-то степени она холодная жестока может казаться людям но с вашей точки зрения справедливо то есть что человек заслужил да либо люди либо ситуации да они должны это получить то есть но имейте ввиду что вот ваша справедливость да она такая достаточно высокого уровня и поэтому а другая сторона может вашу справедливость не принимать не потому что она субъективное внимание а потому что ваши взгляды они как-то вот более масштабнее что ли они более глобальнее и вот то чувство справедливости у вас очень ярко выражена именно с детства и ну вот я не знаю к примеру вы находитесь в какой-нибудь компании да и не позволите себе там я знаю как-то вот нелестно сказать высказать какую-то свою точку зрения в адрес там я не знаю хозяина этого дома даже если вам не понравится вот вы что-то едите да вы промолчите можете отложить тарелку в сторону да но не будете высказываться что вот ну мне не нравится как ты сегодня приготовил либо еще что то почему потому что вы понимаете что это неуважение то есть тебя пригласили а вот это вот неуважение то здесь позиция правильности она это это ваша природа вы родились такими да то есть вот именно уважение именно почитание именно вот это вот правильно правильно поступать то есть меня не спрашивают я не отвечаю Если отвечаю, то стараюсь говорить как-то вот по существу. Вот здесь вот, знаете, есть люди, которые вообще не то чтобы не умеют врать, они никогда не врут. Причина, потому что им дискомфортно от этого. Вот здесь вот вам дискомфортно, когда кто-то поступает несправедливо, и вы в том числе. Даже вы по отношению к самому себе, вы четко знаете, вот здесь сейчас я сам себя обижаю, вот здесь я себя ущемляю. Здесь очень ярко выражена вот эта вот позиция справедливости, поэтому вы достаточно справедлива в целом, да, ваше отношение к людям. Здесь вторая позиция, ваше отношение к людям. Знаете, либо вы развиваетесь через людей, либо люди развиваются через вас. Ну вот здесь вот отношение, какое развитие, коммуникация и развитие. То есть люди помогают вам расти и дальше двигаться. Да, вот здесь все завязано на разговорах, на общениях и на дальнейшем каком-то росте. Но все равно, знаете, вот преобладает какая-то такая немножечко надменность в плане того, что я все равно чуток выше, я чуть больше знаю. Вот пускай небольшая, малость, да, но вот какая-то надменность, она все-таки присутствует. То ли у вас полномочий больше, ну либо вы так ощущаете. То есть, ну либо на работе, да, если вы начальник и у вас есть подчиненные, вы все равно это не будете воспринимать никогда на равных, да, что это тоже человек или я человек. Нет, вы будете, я начальник, у меня больше полномочий, я все равно как-то вот буду общаться с людьми в плане отдавания просто приказов. Да вот что такое, вот какая-то вот малость, да, она присутствует, просто небольшая, но она присутствует. Здесь по тройкам. Ваше отношение к людям в целом. Девятка пендаклей. Знаете, у меня такое вот ощущение, что не трогать меня и все окей. То есть, в принципе, достаточно гармоничные, да, я бы сказала. И вы, возможно, выбираете больше людей таких зрелых, по крайней мере, людей, у которых есть какая-то вот финансовая база, либо люди, которые удовлетворены своей жизнью. Здесь такое, ну то есть, в кавычках нищих, и я не имею в виду финансово, а именно, может быть, духовно, нематериально. И вы не будете взаимодействовать с такими людьми, да. Вот вы как-то в своем окружении притягиваете людей, уникальных людей, которые каким-то образом выделяются, да. У людей, которые вот как-то вот вибрируют и светятся немножко иначе, да. Такие яркие личности, как характер я имею в виду. И, в принципе, ваше отношение, оно позитивное, оно позитивное. Может быть, вам нравится окружать себя такими людьми, которые чего-то достигли в своей жизни, да. Здесь люди вот с опытом каким-то определенным, которыми вы себя окружаете. То есть, вам как будто бы неинтересно с обычными людьми. Эти люди, с которыми вы взаимодействуете, то ли вы как будто бы стремитесь, чтобы все люди были такие, знаете, вот самодостаточные, зрелые, взрослые в своем мышлении, да. То ли вам интересно с такими людьми. Но здесь взрослая какая-то такая позиция, да. Здесь не позиция ребенка, что вот там либо жертва, либо нет. Здесь взрослая такая позиция. Опять-таки, я не могу сказать, что на равных, по причине того, что вы держите дистанцию, вы закрываетесь, вы не открываетесь полностью. Да, я хорошая, я прекрасная, но вот ну не трогай. Опять-таки скажу, здесь причина, сразу могу сказать, ваша сила. Вы боитесь своей силы. Ваша сила – это сила слова. То, что вы говорите, это может сбыться, это может случиться, это может ранить, это может, наоборот, поднять человека. Поэтому такое ощущение, что вот вы лишний раз свой рот не открываете, потому что знаете последствия. И вы, ну вот, здесь как будто бы страх. Поэтому вы держите людей на дистанции, да, потому что, знаете, боитесь причинить им неосознанно какое-то зло, потому что, ну вот, где-то я могу не сдержаться, где-то я могу себя не проконтролировать. Вот здесь про это. Здесь, кстати, если поработать, то вот прям, знаете, какие-то вот проповедники могут быть, да, там, я не знаю, дипломаты, люди, которые опираются, там, я не знаю, писатели, люди, которые опираются на слово, вот сила слова. Такое, если вы практики, да, вот всевозможные заклинания, возможно, четверостишья какие-то пишете, они сбываются. Какие-то истории там пишете, сбываются. В дневнике что-то там пишете, либо говорите, и это случается. Вот про это. Хорошо. Следующий вопрос. Как общество воспринимает вас? То есть, как вас видят другие люди? Значит, как общество вас воспринимает, в общем, и как вас видят другие люди? Здесь, значит, по первой позиции, как общество вас воспринимает? Как человека такого стабильного, легкого, человека праздника, человека открытого, позитивного, доброго, при этом человек, который не напрягается, он любит общаться, человек праздник, одним словом. Как общество, да, вас воспринимает. А как вас видят другие люди? Вы видите, конфликтным. Вот вас видят человеком очень конфликтным, либо человеком израненным, который все время находится вот в какой-то, в какой-то такой защитной позиции, и занимается самовредительством, да, то есть вы сами себе как будто бы вредите. Вот здесь такая вот, знаете, интересная несостыковка. С одной стороны, вроде бы общество, под общество, я понимаю, вообще люди, которые с вами близко не знакомы, видят вас позитивным человеком, а те люди, видимо, которые с вами знакомы, они вас видят по пятерке мечей, да, с одной стороны человеком конфликтный, а с другой человек, который занимается самобичеванием в плане того, что сам себя ругает, осуждает, планка слишком высокая, то есть, ну, нереально относится к себе, очень строгий, держит себя в ежовых рукавичках, человек независимый, который, да, может общаться, но вот, знаете, здесь мечи, они направлены, то есть, как вас видят, человек, который критикует, но в большей степени себя, то есть не к другим, а по отношению, ну, как будто бы требовательного, слишком требовательный к самой себе, либо к самому себе, себе, и иногда, да, вы очень можете, ну, вот, сорваться, как говорится, и агрессивный, вот, злобой, такое ощущение, что, как человек, который держит злобу, человек, который, ну, вот, иногда озлобленный, и постоянно борется внутри себя, постоянно, постоянно. Так, двоечки, как общество воспринимает вас, и как вас видят другие люди. Так, общество, как вас видят, ну, то есть люди, с которыми вы близко не знакомы, я имею в виду, как человека, который все время не знает, как говорится, знаете, носится со своими яйцами, не знаете, что с ними сделать. Вот здесь вот что-то такое. Человек, который не может определиться. Либо как человек, как такая, знаете, шкатулка с сюрпризом. Вот, ну, не знаю, что можно будет ожидать от этого человека. А как вас люди видят, да, что вы как будто бы... Здесь тоже такое есть, да, как будто бы вы непредсказуемый такой человек, да, вот как-то наугад. Нельзя вас как-то охарактеризовать. Как будто бы разные. Разные, все время разные. Вы, вы и сами себя не знаете, и вот поэтому... Ну, то есть вы себя как-то сами конкретно не обозначиваете, поэтому и люди не могут вас конкретно сказать, да, как они вас видят. Так, третья здесь позиция. Как общество, то есть люди, с которыми, ну, вы часто не встречаетесь, да, воспринимают вас. Вот, и потом как люди, как другие люди, более близкие вас воспринимают. Сначала, ну, далекий круг, как вас воспринимают. Вас воспринимают как императрицу, человека, который интересуется жизнью, человек, который уже состоялся, да, такой статный, человек, у которого есть связи, которого уважают, да, понимающий, что он хочет от жизни, да, понимает, человек, который понимает себя, понимает свои собственные желания, знает, куда он двигается, человек, который постоянно исследует, интересуется своим духовным миром, я могу сказать, да, как-то все время стремится что-то в себе улучшить, усовершенствовать, а как вас видят люди, с которыми, ну, вы контактируете, как человеком, который, знаете, умеет сопереживать, хочется сказать, который человек, который может прийти на помощь в любой момент, как ангел-хранитель, вот так скажу, вам будет понятнее. Хорошо, следующий вопрос, в чем проблема нарушения взаимодействия с обществом, ну, или с социумом, да, то есть в чем у вас проблемы? Почему? А, в чем, в чем проблемы аркана смерти? Проблемы ваши, как я уже говорила и выше, да, они связаны непосредственно с вашим уровнем осознанности, да, вы мыслите на разных интеллектуальных уровнях вы находите, да, находитесь. Здесь такое ощущение, что вы уже в будущем, знаете, вот как водолея называют, первопроходцам, знаком зодиака, которые, условно говоря, на сто лет впереди своего времени. Вот вы примерно такой человек. В этом проблема. Проблема в непонимании. Либо вы, либо вас, я не знаю, непонимание. То есть здесь смерть, здесь завершение, здесь перерождение, здесь как будто бы отпускание прошлого. Такое чувство, что вы можете отпускать прошлое в контексте мышления, да, вы можете отказываться от того, что уже выжило, изжило себя, да, вы можете идти в новое, в какие-то перемены. А вот как будто бы общество, нет, оно не готово. Оно не готово как-то в своем сознании что-то менять, как-то перерождаться, иначе мыслить. Вот здесь вот есть определенные базы. Люди так привыкли, они так и живут, они так и общаются. Ваше стремление как-то что-то новое показать, как-то по-новому взглянуть, помните, у вас справедливость, да, выходила здесь. То есть у вас такое понятие, что, я не знаю, например, если с тобой там кто-то тебя воровал, то вы можете сказать человеку, что ты это заслужил, да, либо взял где-то что-то не свое, либо в прошлом что-то посеял, и вот поэтому это является следствием нынешнего твоего состояния. То есть ваша такая позиция, она вам понятна. Другим людям это чуждо. То есть что ты говоришь, меня надо жалеть, меня украли, а ты мне говоришь, что вот ты заслужил, поэтому ты получил. Понимаете, да, о чем я? И вот в этом не состыковка, не состыковка сознания. Люди не готовы меняться, люди не готовы взрослеть, причем естественный какой-то процесс. Вы прекрасно относитесь, например, к смерти, вы понимаете, что это просто переходный этап. Так неприятно, да, не хотелось бы, но это есть, и я готова это принять, и что с этим поделать? Как говорится, красиво взрослеть, да, красиво созревать, как хорошее вино. А у людей нет такого, да, вот какая-то вот паника, вот эти вот страхи, не на понимание. то есть здесь разногласия в мировосприятии, я бы так сказала, на уровне сознания. В чем проблемы, да, вот здесь по второй позиции, нарушение взаимодействия с обществом здесь ваше взаимодействие, почему оно нарушено. Здесь карта такая, знаете, тройка педаклей, когда человек пришел продавать свою какую-то продукцию, а там стоит вот этот вот солдат и не пускает, да, то есть вы, как будто бы вот вас не пускают с вашим добром войти в город и продать свою какую-то продукцию. То есть непонимание заключается в том, что вас как будто бы не принимают, да, не принимают туда. Почему не принимают? Потому что, ну, в город вас не пускают. То ли вы одеты не так, то ли вы продаете незаконно, метафорично, да, я имею в виду, потому что здесь старец нарисован, вот, ну, вот бедный какой-то торговец, я не знаю, там, крестьянин, который собрал свою продукцию и хочет войти в город. А ему говорят, нет, нельзя, да, то есть нету, нету у тебя, никто тебя не крышует, скажу блатным языком. Поэтому ты не можешь здесь торговать, у тебя нету разрешения. И проблема ваша заключается в том, что у вас как будто бы нету поддержки, да, нету, нету входа вот в это общество, не пускают. Я хочу прям сразу, хотя у нас там есть вопрос, ладно, потом посмотрим, почему вас не пускают в это общество. Нету поддержки, нету поддержки, вы как будто бы сами проситесь, там, что-то делаете, совершаете, а вот, ну, не получается. Проблемы, нету входа. А здесь, в третьей позиции, в чем проблема нарушения взаимодействия с обществом? Это король. Нет, это королева. королева Пентакли. у меня по энергии идет какая-то такая вот грусть, я не знаю, у меня такое ощущение, что тройки, это не ваше, вот сегодня я, вот люди, которые выбрали здесь, это не естественная их позиция. то есть, они себя так всегда не ведут. Это вот период сейчас какой-то такой, потому что мне здесь идет какая-то вот, знаете, энергия жалости, какая-то грусть. Ну, то есть, проблема в том, что здесь человек находится в каком-то таком эмоциональном состоянии сейчас, когда просто слезы наворачиваются и здесь не в том, что есть какая-то проблема в взаимоотношении либо еще что-то, а вот внутреннее какое-то эмоциональное состояние, которое на данный момент не дает вам возможность взаимодействовать с другими людьми. Почему-то у меня вот идут слезы, когда вот человек смотрит тебе в глаза пристально и слезы на глаза наворачиваются, вот он готов, знаете, не сорваться, а вот просто когда такой взгляд, когда смотрят в глаза, а слезы сами по себе текут. То есть, вот не то, что есть какая-то причина, вот я не знаю, как вам это передать, а ощущение, ну, здесь нету готовности, здесь нету проблем, но здесь нет готовности просто взаимодействовать с обществом. Сейчас нет. Сейчас такое вот ощущение, что у человека что-то, что-то другое в голове происходит, воспоминания, мысли какие-то, что-то другое. Вот он смотрит, пустой взгляд, понимаете, пустой взгляд со слезами. Но не слезы, которые, вы знаете, вот прям текут ручьем, нет, а это вот медленно-медленно, вот прям, как будто бы одна слеза, либо слезы на глазах, то есть они еще не вышли из глазниц, но вот накатывает. Я не могу объяснить, здесь нету причины, но вот это состояние сейчас такое. Хорошо, следующий вопрос. Какие страхи и сценарии вы реализуете во взаимодействии с другими людьми? Так, какие, сделаю отдельно карту страхов и отдельно сценарий, да, какие вы реализуете взаимодействие с другими людьми? Страхи, страхи и сценарии. Смотрите, страхи, что касается страхов при взаимодействии с другими людьми. Страх выбора. Во-первых, боитесь, вот здесь была у нас двойка педаклей, выходила, да, я говорила о том, что вот какая-то вот неуверенность, вот здесь вот тоже именно страх выбора, он связан с чем? Либо вы неправильно выбираете людей, не умеете, либо наоборот, здесь скорее всего по отношению к вам. Страх, что меня не выберут, что меня не признают, что меня не оценят, что меня не поймут, либо, а вдруг я выбрала не того человека, а вдруг я выбрала не того. Вот здесь вот все, что связано с выбором, здесь как будто бы, знаете, вот ваш страх, вы не можете полностью определиться. Причем, знаете, он проигрывается во всем. Например, я не могу, знаете, вот чувство, вышел замуж, да, и через какое-то время появляется вот это вот ощущение, а правильно ли я сделал выбор, да, а вдруг где-то там моя судьба, да, а вдруг где-то там есть этот человек, который мне вот прям, как говорится, по судьбе, да, а вдруг я ошибся. И вот здесь вот это вот, а вдруг оно постоянно, это ваш страх. Вдруг я не то сделал, вдруг я там, я не знаю, кого-то там обидел. Вот эта вот неуверенность, неопределенность, нету, не то чтобы нету внутреннего, у вас есть внутренние стержи, но здесь, знаете, поскольку ваши морально-нравственные ценности настолько высокие, ну что вы, вот другой бы человек не запарился, да, сказал и сказал, какая мне разница, что там с человеком происходит, а вы задумаете, вы скажете, а вдруг я обидел человека, да, а вдруг у него там какая-то там ситуация была, а я взял и нахамил, либо я сказал, а потом, ну, человеку как-то неприятно было. То есть вы на этот счет заморачиваетесь, и потом вы начинаете сами себя обвинять и сами себя критиковать, потому что здесь по пятерке мечей было, потому что, а зачем я так сделал? То есть вы на мир смотрите шире, еще раз говорю, не только эгоистично со своей позиции, а вот как будто, вы знаете, сферично им, окей, я вот это сделал, а потом мне, а что будет мне за это, да, а что вот, во-первых, другому человеку, да, а вдруг это как-то вот еще и повлияет на меня. Ну, здесь какие-то мысли, они такие, знаете, они не путаны, они, вы как будто бы видите взаимосвязи, те, которые не видят люди, и поэтому здесь страхи с выбором, они не случайны, потому что вы видите, как все в жизни взаимосвязано, сделав этот выбор, да, я не только выбираю одно направление, но оно повлияет на все, на меня, на работу, на людей, на семью и так далее, сделав другой выбор тоже. То есть вы как-то вот, знаете, стратегически, смотрите вот эти все моменты вероятности, и это не помогает вам в определении, да, то есть это наоборот вас страшит, потому что вы видите больше, да, больше, ну, больше и дальше, хочется сказать. А какие сценарии вы реализуете взаимодействие с другими людьми? Сценарии непосредственно связаны с тройкой кубков, да, то есть вы боитесь, что вдруг вас кто-то осудит за ваши легкомыслия, возможно, да, за то, что вы какой-нибудь там поверхностный человек, да, если, например, женщина, да, что, ну, страх, а вдруг мне скажут, что я там там легко доступна из-за того, что я просто позитивный и веселый, вот, либо очень общительный человек. Сценарии непосредственно связаны с женщинам, то есть здесь уроки у вас будут завязаны на взаимоотношениях с женщинами, с подругами, с какими-то результатами, ну, здесь можно углубиться, но все-таки общий расклад, поэтому я этого делать сейчас не буду, потому что далеко пойду. Так, двоечки, какие страхи и какие сценарии вы реализуете во взаимодействии с другими людьми, какие страхи и какие сценарии. Вот, сценарии здесь как раз-таки связаны с прошлым. Знаете, какие-то вот повторные, которые приходят и уходят, приходят и уходят, потом сценарии непосредственно связаны как-то, знаете, с наивностью, что ли, с детскостью. Вот все, что завязано на этом. А страхи, страхи по девятке педагли, что вы не сможете стать таким, знаете, независимым человеком, который наслаждается своей жизнью, да, вы не сможете принять какую-то вот свою уникальность, вы не сможете принять какую-то вот свою, я не знаю, неповторимость, да, вот, не получается принять себя именно такой либо таким, какой вы есть. Да, знаете, вот, не похоже на других людей, да. Так, смотрим у троечек. Здесь что, какие страхи и какие сценарии вы реализуете взаимодействие с другими людьми, здесь, какие страхи, страхи туши, злов, страшно, страшно начинать, да, вот, все новое вас пугает, либо боитесь как-то, знаете, еще и своих собственных желаний, да, что вы не сможете, возможно, их реализовать, вот, ну, либо все, что как-то, знаете, так или иначе связано с импульсом жизни. Возможно, страхи непосредственно связаны как-то своей сексуальностью, что вот вы человек, который, знаете, огненный, который наслаждается вот жизнью по полной, и вам как будто бы не получается вот полностью раскрыть себя, показать себя, раскрыть вот свою вот эту вот любовь к жизни, либо не получится, это вот страх, ну, здесь несколько, вот, а то, что касается ваших сценариев, вот он связан как раз-таки с тройкой кубков, сценарий того, что, знаете, как будто бы не получается наслаждаться, вы как будто бы себе не разрешаете какого-то легкого такого что-ли пути, что здесь сценарий, что жизнь, она какая-то, вы знаете, с трудностями, с преодолением, что, знаете, вот здесь вот как будто бы люди могут легко жить, и вот как будто бы им за это ничего не будет, а здесь вопрос ответственности, вот что-то слишком много у вас ответственности, а хочется легкости, хочется какой-то, вы знаете, непосредственности, какой-то такой детской позиции, а здесь вот ощущение того, что ваш сценарий он связан с тем что вы чрезмерно как-то вот ответственны чрезмерно на себя много берете каких-то вот обязанностей ограничения не хочется как-то вот вздохнуть вот это вот легкость помните то что я сказала до первично как вас видят ушу то что вот вы такой легкий до что вы человека свободы и вот здесь вам вот этого хочется на хочется этой свободы но почему-то вы не получаете хорошо следующий вопрос чем моргает камера какие ошибки вы совершаете в своих действиях и реакциях одну посмотрим да какую ошибку вы совершаете в своих реакциях аркан повешенный прям вообще духовный урок я могу сказать на этот счет и он связан непосредственно с тем что какую ошибку иногда вы проигрываете жертву а иногда зависает сюда вот в реакции то есть когда нужно ответить может быть проявить себя да вот вы как будто бы не бездействуете да вот зависаете как будто бы тормозить вот здесь вот ощущение того что вы тормозите либо чувствуете себя каким-то вот бессильным беспомощно опять-таки это связано с вашим чувством справедливости да что вот именно вот ваше мировоззрение но если вот ощущение того что вы живете через призму какой-то некой утопии какой как в которой люди должны жить именно так как как живете вы да вот прям вот высоко нравственно морально соответствие с добродетелями а миру не такой и и вы вот вот это вот ваша постоянная дилемма до связанная с тем а как же поступить и вот вы иногда поступая так и нравственно да вы для вас это нормально другой этот человек может воспринять как слабость некую да с одной стороны с другой стороны не понимая вас он может как-то я не знаю очень агрессивно что ли ваш адрес ну как-то вот нахамить а вы промолчите и промолчите не потому что ну вы принимаете это да а просто потому что вы понимаете что я не хочу спускаться до уровня этого человека да и огрызаться так же как он а сказать ему простыми словами человек не поймет поэтому допустим вы уходите а вот человек это воспримет что вы а с вами можно да то есть я же не накричал я же нахамил да она все примет она такая типа лохушка соль за выражение то есть там все дозволено да я говорю вот у вас воспринимают в этом плане как за некую такую слабость до либо жертва а на самом деле это не так здесь такой знаете человек который может терпеть 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 потому все равно покажет свое лицо вот здесь вот вы ошибаете ошибаетесь либо вовремя да не скажете оставляете знаете вот копить копить копите потом можете взорваться вот это тоже неправильно либо молчите а вам надо сказать как-то вот ответить либо проигрываете в какой-то степени вот жертву либо знаете вот еще может быть такое что вы зависаете и вот как я сейчас да и вот в этот момент вы начинаете разбираться в себе то есть а что не так со мной да вот хочешь сказать что вот как говорил фрейда иногда цигара это просто цигара то есть но не надо в себе все время копаться и разбирать чем причина почему со мной так поступили иногда просто люди поступают просто так поступать не потому что за что-то вам а просто так поступают вот они такие люди они просто так поступают вот здесь такие моменты в принципе здесь общая линия показана да с чем связано ваш урок взаимодействия то есть я его уже озвучивала касательно вот этой вашей двоякости какие ошибки вы совершаете двойки здесь в своих реакциях здесь знаете чувство что вы не можете за себя постоять вы не можете оставить как будто бы знаете вот свою позицию изначально такое чувство что вы не способнее вы как будто бы меньше вы более такие знаете вот беспомощные желание чтобы вас кто-то защитил либо вы постоянно входите в такую знаете вот позицию защитную здесь как будто бы надо вот здесь поменяться надо да здесь вот как будто бы вам нужно сделать переоценку свою вы как будто бы принижаете себя какие-то вот свои способности вот здесь по-другому надо здесь вот в этом да вы постоянно закрываетесь вы защищаетесь вам знаете это как маленькая собачка в силу своего маленького объема да она постоянно гавкает она создает вот этот шум и тем самым защищается типа я такая агрессивная не подходи ко мне да то есть вот в моё нападение но является для меня защиты вот вы здесь не то что вы нападаете а вы все время находитесь вот какой-то защитной такой позиции здесь вот как раз таки не умение выстраивать границы здесь у вас уроки связаны непосредственно с границами какие ошибки вы совершаете тройки в своих действиях и реакциях какие ошибки вы совершаете умеленность здесь как будто бы нежелание как-то действовать ошибка в том что вы ощущаете себя всегда как-то вот в тупиковом в тупиковые позиции да в том что вы не не можете как будто бы себя отстоять вот здесь проявление страхов здесь вы не действуетесь чувство такое да что вы не действуете потому что вам страшно вы боитесь проявить себя вот вам я не знаю может быть сейчас такой этап когда вы хотите как-то вот успокоиться вот быть вот в этой знаете умеренности плыть на этой рыбке да что все само собой происходит вот в неком таком сне до в неком так в некой такой иллюзии я не хочу выходить из этого состояния потому что вот я боюсь здесь вот страха здесь страхи проходят так идем дальше следующий вопрос чего вы не видите или отвергаете как причину конфликта что вы не видите вот в этой ситуации до своих в своем поведении либо отвергаете как причину конфликта что вы не видите что вы не видите но вы не видите свои эмоциональности вы не видите что вы человек наполнены и все время любовью что вы готовы отдавать эту любовь что вы ее хотите ей делиться до что вы очень эмпатичный человек эмоциональных как я уже сказала и вот это вводит вас некий такой ступор чрезмерная эмоциональность я бы сказала является вашей причиной вот и вы это отвергает чтобы слишком слишком ранимые на слишком ранимые слишком чувствительные здесь вторая позиция чего вы не видите или отвергаете как причину конфликта но что вы немножко зависимые я бы сказала в своих связях что вы нуждаетесь в помощи поддержки да что вы так пажи шезлов еще не уверены потому что все-таки пажи это начинающая такая энергия что вам нужна помощь что вам действительно нужна помочь вам нужна поддержка я говорила здесь уже по моему на здесь уже выходило о том что вы нуждаетесь действительно в поддержке вы это как-то отвергаете это является причиной ваших конфликтов троечки чего вы не видите или отвергаете как причину конфликта конфликта я имею ввиду социуму что вы иногда знаете слишком жестокие жесткие такие знаете вот прям человек который на ваш взгляд не нуждается в эмоциях не нуждается в каких-то вот переживаниях в любви если какое-то наказание какое-то да вот злость какая-то вот одержимость вот это вот самобичевание вот я сейчас покажу заставлю знаете вот когда ямщик погоняет как говорится лошадей вот он их загоняет да ты понимаешь что можно же было как-то вот остановиться передохнуть да и дальше двигаться нет вот прям до последний загнал лошадей что вот они как говорится сдохли вот здесь вы не видите что иногда вы становитесь вот такими жестокими помните да у вас туз мечей вы решительные то есть вы если идете идете как говорится на пролом и вот это становится иногда ну давите начинаете очень жестоко относиться к людям и вот именно подавляете то есть вы как будто вы знаете вот такая пелена наступает на глаза и вы не не позволяете себе в первую очередь как-то вот сопереживать до другому человеку то есть вот полностью все что связано ну закрывайте свое сердце здесь что-то такое хорошо чему учат вас ситуации недопонимание дисбаланса с людьми давайте посмотрим что здесь урок почему у вас идет вот это недопонимание с людьми посмотрим хотя в принципе я уже где-то озвучила неумение конкуренция на пятерка жезлов внутренняя борьба в чем причина на какой урок чему вас учат учат как раз таки пятерка жезлов она про это говорит что у каждого человека есть свой же за до своей точкой зрения свое мнение вот вас учат принимать эту точку зрения вас учат не не принимать в плане того что перенимать как опыт а в плане того что допускать что есть что мир разнообразен есть разные точки зрения и эта точка зрения тоже имеет место быть ну то есть мир вариативен вот здесь вас учат как раз таки видеть эти варианты что есть вот такое существование есть такое существо вы просто не принимаете опять таки помните вам говорила про вашу правильность вы не принимаете что есть люди например достаточно низкого уровня развития не то что вы не принимаете но вы знаете что они есть но когда эти люди начинают говорит а вот у вас вызывает вот это вот чрезмерно эмоциональность на например боже какой-то тупой либо почему ты не понимаешь да здесь же элементарные какие-то вещи до элементарные для вас потому что вам это легко и доступно для человека нет надо много много раз объяснять то здесь вопрос коммуникации как раз таки зарыт в том что идет вот это вот некое соревнование до некое соперничество вы возможно где-то продавливаете другого человека своей силой своими знаниями то это то что вы ведаете больше где-то может быть угнетаете человека либо вас становится очень много либо может быть в минусе становитесь вот и включать вот это нарвучение мораль ну это вас хочет просто виде того что мир разнообразен и понять это и осознать и научиться принимать разнообразие и включить вас вот этого желания а что еще да а какие еще есть люди в мире которых я не встречал не знал какие есть еще мнение суждения то есть переключить не на то что в минусе да что эти люди отличаются от меня нет а увидеть а а какие еще отличия есть да а что еще нового что другого это поможет вам расширить ваше сознание так вторая позиция чему учит вас вот это вот ситуация недопонимание дисбаланса с людьми здесь какой урок урок победителя так муки или что вы здесь победите должны победить десятку кубков есть такое ощущение победить в некой степени себя как вот как преодоление да то есть меня не принимает а я все равно продолжаю как то вот что то такое ну-ка я еще посмотрю здесь какая-то позиция что надо преодолеть а вас учат некой такой двойственности в этой ситуации что нам нужно найти золотую середину потому что допустим вот вы здесь знаете тележка нарисована и один бык в одну сторону тянет и другой бык в другую сторону вот и хозяин не знает ну то есть тележка никуда не движется с богатства вот вам как будто бы показывают что мир он вот такой двойственный и вы допустим белая ворона а все остальные черные и здесь вам нужно найти вот вот этот баланс золотую середину для того чтобы как-то дальше двигаться то есть не не показывать себя как вот я белыми воронами никто не принимает я никому не нужен и с другой стороны не идти не быть так как таким как все найти золотую какую-то вот середину между белой вороной и черными воронами здесь такое троечки чему учат чему учат вас в ситуации недопонимания дисбаланса с людьми вот чему вас учат уметь определяться со своим выбором вот вы я говорил о том что вы ответственный человек да здесь вам ответственность присутствует а вот умение сделать выбор нет вы как-то больше склоняетесь к тому что судьба меня сама выведи да то есть нету нету какой-то вот активности да вот вы пассивны вот вас учат как раз таки к тому что нужно проявлять как-то большая активность поскольку смотрите как обычно бывает да люди не делают выбор потому что они боятся нести ответственность за свой выбор а вы ответственный человек вы можете нести но вы не умеете делать выбор поэтому вас здесь учат делать выбор на вас у вас здесь урок вас учат недопонимание делать выбор как-то мудро там по отшельнику проходить здесь эти уроки поэтому вы иногда и отдаляетесь для того чтобы как-то знаете понять понять себя понять то что вы хотите определиться и потом снова выйти то есть иногда когда вашей жизни бывает пауза имейте ввиду что она дана вам для того чтобы вы определились с тем что вы хотите здесь как будто бы вы не всегда понимаете свои собственные желания что вы хотите для чего вам это нужно и поэтому люди которые с вами так взаимодействуют да они вам вот когда они начинают помните говорила пример про камешки это один камешек беру за одну ниточку тянет и вся ваша гора нарушится здесь как раз таки когда вас люди тянут за разные ваши ниточки они вам и показывают то чем вы наполнены то есть какие у вас есть возможности способности мысли убеждений то есть вот то из чего вы созданы чтобы вы увидели вот это вот свое разнообразие и сделали выбор здесь такое ощущение что вы как будто бы ну не то чтобы вы догадываетесь насколько вы разнообразны но одно при выборе вы все равно оперируете с тем что вас доминирует то что вам уже известно вы не на многие вещи можете закрывать в себе можете закрывать глаза вы этим не пользуетесь что то здесь такое следующий вопрос что необходимо осознать и к чему прийти чтобы ваша проблема была решена аркан звезды ну во первых вам нужно понять куда вас ведут до куда где ваша куда вас ведет ваша путеводная звезда в чем заключается ваша задача на это воплощение я бы так сказала до понять вот свои какие-то идеалы разобраться с этим и понять для чего вот вам дано вот это разнообразие потому что есть такое ощущение что вот это вот разнообразие которые вы должны пройти она связана напрямую с пониманием задачи вот как как будто бы задача вашей души понять вот вам нужно вот это осознать на в чем заключается задача вашей души на это воплощение и вот этот вот урок коммуникации он напрямую связан с этим вот это вам нужно осознать двойки что необходимо вам осознать и к чему прийти чтобы проблема обрела решение что вам нужно осознать вопросы справедливости и прийти к внутреннему внутреннюю к его к внутреннему знаете вот какому-то балансу гармонии здесь вот ваша женская сторона такая мягкая понимающая да а вот мужская непроработанная вот здесь вот как будто бы на какая-то там жадина все себе себе здесь надо в себе проработать именно мужские энергии они у вас не проработаны вот это вот активные сильные проявления себя да в социуме то что мы рассматриваем здесь вот работа с вашими мужскими качествами их нужно понять что все в мире она дано находится в балансе и ваш баланс он нарушен он больше отклоняется в сторону пассивности в женские какие-то энергии и для баланса вам не хватает проявления мужских каких-то ваших энергий более активных действий каких-то да здесь не хватает больше силы так тройки что необходимо осознать вам и к чему прийти чтобы проблема обрела решение что вам необходимо осознать так чтобы пристили решение вот вам здесь кстати тоже не хватает королева кубка вам не хватает чувствительности помните я говорила что вы иногда агрессивные по отношению к другим людям почему потому что вы в себе не принимаете вот какое-то сочувствие сопереживание вам нужно научиться в первую очередь как-то любить себя больше как-то разрешать больше больше проявлять внимание заботу по отношению к самому себе что вам поможет это осознать как раз таки вам нужно будет изменить свое мировоззрение что не так с вашим мировоззрением она по императору она достаточно такое стабильное и больше склонна каким-то мужским позициям до в нем нету развития то есть вот так сейчас как вы смотрите на мир в нем нет развития слишком все стабильно слишком все знаете вот упорядочно только так и никак иначе то есть как какая-то догма присутствует а вам не хватает знаете как интересно при вот в этой позиции здесь не хватает на наоборот мужских качеств а вам не хватает вот это какой-то знаете женственности мягкости понимания где-то снисходительности ну как-то знаете вот принимать какая-то вот доброта вот что-то здесь такого не хватает то что есть у двоек а двойка не хватает то что есть у троек может быть вам познакомиться и при общении как-то вы сможете сбалансировать гармонизировать свои энергии вот здесь вот у троек очень такой смотрите у двоек болезненные опыта основанные на чувствах и они как-то все равно остаются детьми а здесь опыт он такой в детстве прощение что как будто бы людей делали не спартанцами для подготавливали каким-то военным действиям не воды они стали такими достаточно жесткими холодными вот и здесь как раз ки не хватает вот это вот любви тепла то мне такое ощущение что вы даже не подпускаете к себе ваших людей чтобы они вас обняли да как-то вот приласкали вот вам даже это неприятно это вызывает у вас какое-то вот эти раздражение не подходи меня не трогай вот прям отторжение такое поэтому все что вызывает мягкости но на самом деле вы внутри очень мягкий человек но вы даже себе в этом и не признаетесь понимаете вы как будто бы вам кажется что я чрезмерно мягкий человек поэтому я должен себе жестче относиться и вот вы себя еще жестче еще жестче и вы стали холодные как как горы вот и но вам кажется что этого даже недостаточно здесь вообще искаженное немножко даже и восприятия может быть но вы очень мягкий человек ладно предпоследний вопрос какие действия предпринять для разрешения сложившейся ситуации в коммуникации то есть что нужно здесь сделать действием непосредственно завершить что нужно завершить здесь завершение и суд тоже да здесь десятка мечей и высший суд здесь нужно закрыть этот цикл какой именно закрыть цикл неуверенности до прийти к внутреннему балансу это двойка нас преследует а была двойка педагли здесь двойка мечей на найти внутри мир примирение что вам нужно примирить свои какие-то вот эти вот иллюзии свое бездействие и свои эмоции а то есть эмоциональный план и все что связано с действиями да вот это вот должно объединиться то есть вы либо бездействуете либо эмоционирует через мир через эмоции начинаете действовать либо вообще не действуете либо действуйте эмоционально но не логически здесь внутри внутри себя надо примирить и разум и чувство я тут понимаете ли говорю говорю у меня запись остановилась ладно продолжим значит по первой позиции да я сказала о том что нужно примирить разум и непосредственно свои эмоции потому что либо вы вообще ничего не здесь нет и не делаете не действуете почему потому что начинаете очень сильно эмоционировать переживать по поводу вообще того что вам говорят как вы общаетесь как вы взаимодействует чрезмерные эмоции они вызывают ну как будто бы опускаются у вас руки да и вы не 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 хотите ничего дальше делать вот здесь вот надо как-то свои эмоции больше познать и примирить с логикой так двоечки что необходимо осознать к чему прийти чтобы ваша проблема нет нет этот вопрос две секунды скорее всего какие действия да это вопрос мы уже рассматривали какие действия нужно предпринять для разрешения сложности в коммуникации то есть что вам нужно сделать для того чтобы решить эту проблему четверка жезлов знаете просто принять что каждое здесь четыре акробата и каждый выполняет свою фигуру здесь вам нужно принять что каждый человек как говорится по-своему хорошего он выполняет свою какую-то роль ну а вы выполняете непосредственно свою это что вам тяжело вообще вам нужно двигаться дальше да еще одна четверка 4 педагли выпала вам нужно двигаться дальше но в своем непосредственно развитие и все что вас останавливает все что вас отягощает на этом пути да вам нужно от этого отказаться почаще погружайтесь в себя для того чтобы понять что уже вам не нужно до чего вы можете избавиться чтобы не тащить с собой в новое здесь скорее всего все что связано с чем вам нужно оказаться стабильность вы хотите чтобы было все понятно чтобы все было как-то структурно а вас скорее всего учит того что жизнь она изменчива до что ничего не стабильно ничего не постоянно и вам нужно постоянно адаптироваться к тем переменам которые происходят вашей жизни более так скажем гибким быть в коммуникации так 3 3 позицию троечек да какие действия вам нужно предпринять для разрешения сложности в коммуникации четверка кубка вам нужно выйти но я же говорю здесь какое-то вот временное вращение вам нужно выйти из вашей такой стагнации когда зачем мне куда-то дальше двигаться когда это ничего не изменит вот здесь знаете в той в том в той в том и на пузыре в котором вы находитесь сейчас да вы как-то вот вам комфортно и не комфортно одновременно комфортно потому что там все понятно и все известно вы же сами создали эту зону комфорта а не комфортно в том что я понимаю что надо дальше двигаться здесь как будто бы какой-то защитный механизм и не хочу дальше двигаться как-то знаете вот все бессмысленно все тщетно все тлены как-то зачем вообще что-то совершать в этой жизни когда нет никакого удовольствия и это вообще ни к чему не нужно на такое ощущение что один черт мы все умрем я все потеряю поэтому зачем мне что-то делать жизни вот здесь вот какой-то вот такой настрой да и поэтому я говорю что это временное какое-то состояние у меня здесь ощущается что я вообще ничего не хочу делать да но в идеале вам нужно бы выйти вот из этой своей четверки вам как будто вы знаете нужно захотеть жить потому что семерка мечей она не обращает внимание да я бы сказала на то что за вами следят что за вами как-то на вас сравняются что ли вам просто нужно захотеть дальше жить такое чувство что вы вот вот знаете все объясняется логически себе вы все подвигать подвергаете какому-то разумному анализу и вот это как-то отдаляет вас от людей здесь вот опять-таки вот это ощущение того что мне как-то вот не интересно уже с людьми мне как-то скучно с ними да может быть кто-то уже ведет какие-то свои дневники заметки туда пишет свои мысли потому что ну я не могу найти как-то общий язык с другими людьми не получается и вообще здесь такой момент отрицание до отрицание жизни отрицание дальнейшего продвижения сейчас ничего не хочу сейчас я все буду отрицать мне все надоело хочется все бросить и уйти вот убежать на слоники какая-то такая здесь позиция так последний вопрос наиболее эффективная модель поведения во взаимодействии социуму то есть проще говоря что будет для вас наилучшим и принесет наилучшую моделью и принесет результатов вашего император до человек который четко последовательно говорит что он хочет как он хочет умеет оставить свои границы умеет договариваться но большей степени знаете я сказал так оно и будет ли отдал всем цельные указания теперь принимайте это к сведению знаете не ориентироваться на вот пятерка педакли да на какую-то духовную нищету людей то есть не не подсвечивать людям их несовершенство а больше обращать внимание на то что вы хотите то здесь какой-то знаете вот здравый эгоизм да то есть ориентируйтесь на себя ориентируясь на свои способности на свою индивидуальность на свою на свой какой-то опыт на свою личность больше ориентируйтесь я бы хотела сказать на себя нежели на людей делайте то что хотите вы это что приносит удовольствие вам потому что если вы будете ориентироваться на людей на солнцем то это вот будет вас каким-то образом разрушать поэтому больше делайте то что хочет девятка педакли да то что приносит ней какое-то удовольствие вторая позиция ваша наиболее эффективная модель поведения во взаимодействии социума восьмерка мечей королева педакли здесь королева педакли в этой колоде очень красивая такая на влюбленная пара выходите знаете из тупика из сложившейся ситуации знаете вот такое ощущение что все бегут и везде эти мечи все люди боятся пораниться да а здесь у нас такая любовная пара которая находится вот в гармонии в любви в объятиях внешних таких прикосновениях ну то здесь такое ощущение что не надо себя как-то вот винить корить не надо накручивать впускать себя вот эти вот мечи а больше хочется сказать уважайте себя любите и цените то есть ваша модель должна вы должны себя презентовать как человека который любит себя и и как-то требовать прямом переносном смысле от людей а вот такого уважительного отношения к себе человек знаете как-то ценить свой собственный выбор свой собственный выбор и в данном случае ценить себя в первую очередь здесь аркан влюбленный в этой колоде он говорит об очень интересной такой ситуации смотрите здесь мужчина стоит с цветами другие мужчины которые подходят под этот дом да то есть ну здесь типа изображен публичный дом и вот мужчина туда идут вот этот молодой парень и он влюбился в девушку которая работает в публичном доме конечно же его за это осуждают но он втихаря то есть держать цветы все равно пришел да и ожидает такого некого свидания своей любимой девушка краски вот вот с любимой девушкой да невзирая на то что вот допустим она с низкой социальной ответственностью да ну то есть не важно что говорят другие как относятся я делаю свой выбор и я ему остаюсь преданным верным да там то то что я люблю поэтому вам нужно здесь при общении ну не то чтобы заставить создать такую остановку в которой бы вас уважали вот это вот главное уважали ваш выбор уважали вашу позицию я не знаю как вы это сделаете действительно так как как вопрос как себя поставить таким образом да чтобы вас услышали чтобы вас уважали не только вас но и ваш выбор чтобы к вам прислушивались и третья позиция наиболее эффективная модель поведения во взаимодействии с социумом выбирайте себе равных если вы хотите быть победителем до по жизни и двигаться в том направлении в котором вы хотите то выбирайте себе равных почему здесь такое ощущение помните здесь вопрос тоже был еще о выборе да что вы не умеете выбирать но вы умеете нести ответственность за тот выбор который был сделан пускай даже не вами а вот какой-то ситуации ну то есть ситуация случилась а вот и вы несете ответственность за это допускать даже не вы выбрали а вот жизнь так сложилась так вот вам здесь говорят научитесь делать правильный выбор потому что вы делаете вот такой выбор она девочка голова девичья тело птицы у него голова куриная голова птицы а тело человеческое здесь не состыковка здесь никогда невозможно будет создать пару да есть что-то общее до от того что на половину птицы на половину человек но какие части птичьи а какие человеческие она умеет говорить она умеет разговаривать коммуницировать но он птица он не умеет он только должен слушать у него как будто бы нету права голосу потому что он не владеет речи с другой стороны у него тело человеческой да он может вступать физической контакта у нее она птичьи на то здесь я бы сказала что человек больше девушка она такая интеллектуальная вот машина мужчина такой принцип какой должен быть до больше склонен к инстинктам нежели к интеллектуальным каким-то таким способностям то есть здесь получается что ваша позиция больше общаться коммуницировать а как будто был социум он идет на поводу своих каких-то инстинктах больше неразумные а вот как-то на эмоциях то есть вы неправильное неправильное окружение неправильное в контексте того что пришло время делать выбор и общаться с теми людьми до создать тот социум который с которым вы сможете сообща вот смотрите она держит ребенка вы как будто вы держите социум ну либо социум держит вас и сообща вы двигаетесь вперед и только тогда вы сможете стать победителем здесь по шестерке жезла вам нужно общаться исключительно с единомышленниками не бояться что вы как-то вот отсеетесь такое ощущение что для вас на данный момент очень важно общаться в кругу тех людей которые вас принимают с которыми вы на одной волне понимаете есть бывают такие моменты когда мы выбираем осознанно осознанно внимание осознанно людей которые нам не подходят потому что мы понимаем что через эту разницу мы растем а иногда бывает то что не всегда нужны трудности сложности в жизни что можно чему-то научиться через состояние счастья и через состояние любви когда ты находишься в унисон с другими людьми то есть не всегда боли страдания учит счастье она тоже может учить но как правило опять таки разница в чем детей всегда учат кнутом и пряником наказанием и поощрением потому что дети они как-то как бы так сказать у них еще нету своего опыта да и всегда нужно ставить детям какие-то ограничения например не разговаривая с чужим человеком да потому что ребенок не может осознать степень того что он может находиться в опасности до что вы могут причинить ему какой-то вред там украсть либо еще что-то поэтому родитель вынужден ставить ограничения и рамки правила которым ребенок должен соответствовать так он учится он развивается но тогда зрелая личность уже и вы уже не ребенок а вы уже зрелый вы понимаете что вам не нужен уже кнут и пряник что вы можете обучаться и взаимодействовать с людьми и на равных состоянии любви и гармонии то есть вам уже трудности по крайней мере на данный момент вот как я вижу вам они не нужны на дальнейшем может быть по нами до биться опять эта модель и вы можете ее использовать но пока вот сейчас вам нужны именно как раз и единомышленники поддержка для того чтобы вот ваши как-то внутренние самооценку уверенность чтобы она поднялась здесь очень вот прям заниженная здесь вот люди прям ну сложной ситуации психологической находится поэтому вы вам сейчас не нужен вот это вот кнут и пряник вам сейчас нужны люди взрослые взрослые зрелые которые могут вас поддержать которые помогут вам на данный момент чтобы не не сделать что-то за вас а чтобы вы окрепли встали на ноги и двинулись дальше самостоятельно такой знаете перевалочный пункт восстановления некий такой санаторий поэтому санаторий вам не нужны жесткие методы да то есть бдсм в санаторий вам не нужно выйдете потом будете этим заниматься в санаторий нужно восстанавливаться вот у вас сейчас такой вот период поэтому ваша модель умеете притягивать к себе либо замечать единомышленников и не бойтесь что если в вашем кругу как-то все отсеется и не будет единомышленников что вы останете останетесь одни возможно такое будет но это бы какой-то короткий период вам не надо этого бояться надо бояться иметь своем окружении всех людей которые вас не понимают они на самом деле хуже врагов на данный момент вот вашего развития вот такой вот у меня был большой 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 расклад но как и то есть принципе теоретически да можно было разделить на первую позицию да потом опять заново те же самые вопросы на вторую и на третью сегодня пошла немножко по-другому не завершая начиная завершая начиная а вот все как-то вот разнообразие просто по-другому на как говорится одно и то же но по-другому вот такой был у меня расклад благодарю вас за вашу активность на канале за ваши комментарии за ваши лайки дизлайки не видно но не видно вам я их вижу у себя в студии могу видеть кто что стали тоже тоже действие да тоже благодарность потому что любая активность вот именно в данный период она очень-очень помогает потому что изменение которое происходит на youtube к сожалению меня не не радует а я с вами прощаюсь на этом хочу вам пожелать хорошие оставшиеся недели жду вас в пятницу следующем со следующим раскладом спонсоров для спонсоров выйдет расклад про эру водолея что она нас что она несет да что ожидает как все изменится поэтому спонсоры пятницу вид два расклада один общий один для спонсоров а я с вами прощаюсь всем пока а